всем привет с вами я дмитрий фреско вы сможете кулинарную пропаганду будете удивляться я сейчас в москве приехал впервые за четыре года наверно приехал по делам приехал со своими малоретными операторами но они сейчас отправлены отдыхать бабушки поэтому я холостякую ну и я начал уже снимать ролики какие-то из них возможно уже видели дома начал снимать ролики заготовкой а сегодня решил попробовать снять ролик в несвойственном себе формате я смотрел словно дружу смотрел виталип кашеварин всегда удивлялся как они заказывают какую-то еду доставках едят и хвалят я и в ресторанах признаться честно крайне редко нахожу такую еду которая мне нравится не просто что съедобно именно нравится а уже доставки на мой взгляд все это учитывая то время которое требуется на доставку и да мягко говоря несъедобная но решил попробовать и сегодня ни в коем случае не обзор доставки а просто вот такой единичный ролик свое впечатление о той еде которую можно здесь получить в москве я заказываю сейчас в самом ближайшем вот ко мне я посмотрел три доставки пиццу не захотелось наиболее близко расположены к дому нашел кафешку одну заказываю окрошку заказываю пивную тарелку и заказываю пивка сейчас посмотрим не привезут в каком-то будет состоянии и я вам скажу можно ли на мой взгляд есть еду из доставок или проще потратить время на приготовление ждем и так все доставили значит смотрите от момента как я заказал до момента звонка на подтверждение заказа прошло где-то 5-6 минут и везли после этого еще 50 минут то есть 55 минут доставка или чего это говорю чтобы оценить что я за 55 минут успел бы для себя приготовить если бы собрался готовить пиво нормальной температуры готовы не скажешь прям совсем холодную холодная в подарок дали клюкву новоморсу крошка салфетки привет слава дружи так крошка горячих ну такой прям тепленькая термометра нет но это и не важно на самом деле потому что я оцениваю не качество доставка в принципе стоило мне заказывать или лучше сам все приготовил гренки сыр крылышки бафова и колбаски ну вот такой вот ужин не знаю как там положено ну короче не вилочек пластиковых не ложечек не было поэтому я подготовил нормальные приборы но это тоже не минус там доставки опять же смотрим что у нас там с окрошкой на мой вкус крайне посредственная сладкий класс использовался она такая сладенькая яркости остроты и большой нет однозначно я бы не в ресторане и в кафешке такой окрошки не обрадовался лучше бы сам сделал на свой вкус дома нарезать овощей на окрошку подготовить все да это окрошка с кусочками мясо не колбасы да вот здесь кусочки мясо присутствуют нарезать овощи и мясо на такую окрошку у меня бы заняло но в лучшем случае ну 5-7 минут ну 10 все то есть я потратил там лучше бы время на приготовление окрошки что касается пивных закусок пивные закуски надо с пивом употреблять поэтому на булькой приятное пивко ну вы видели при заказе это на крафтовое какое-то не пастеризованное темное не пастеризованное не фильтрованное не осветленное крафт приятное прямо скажу отлично так ну и что касается на закусе гренки претензий нет гренки так дальше это курица в панировке поджаренная она суховато если бы я приготовил курицу и она у меня лежала 50 минут она была бы точно такая же то есть это то блюдо которое нужно есть сразу с полу жара оставьте хотя бы на 20 минут оно высохнет поэтому собственно поэтому я и не заказываю еду в доставках как правило здесь когда жил в Москве не заказывал и в Испании тоже не заказываю так сыр как вы видели потек частично тянется та же самая претензия вот тоже самое он он еще теплый то есть градусов наверное 40 то есть это высшая температура человеческого тела но он уже не горячий и это уже не то это конечно съем и все тут нормально но нормально не более того так ну и что касается колбасок и что касается крылыши слушайте ну колбаски сочные смотрите так ну по сочности по теплоте к колбаскам претензий нет и горчица острая отлично то есть наверное если заказывать то заказывать вот такую еду то есть вот такие вот колбаски сардельки к пиву заказать можно и они вот даже доехали в нормальном состоянии вот этот курица этот сыр эти уже еще теплые но уже не таких хрустящих хотелось бы гренки нет это не то так ну и свинским образом крылышко его надо соусом с острым ну пожалуй крылышко можно крылышки можно заказывать в доставке и так подводя краткий итог если бы нежелание попробовать я бы наверно так никогда бы и не взялся заказывать и на будущее тоже вряд ли буду заказывать еду в доставках потому что да на приготовление крылышек ушло бы ну там хотя бы полчаса и после этого там посуду нужно отмывать там масло там для фритюра для крылышек прочее но по вкусу эти крылышки нормальные я думаю если прийти вот в это кафе и там заказать где сплылу жару тут все прекрасно вообще никаких претензий нет но в доставке они проигрывают без доставки более-менее нормально более-менее нормально только вот такие колбаски сардельки но согласитесь что такие колбаски сардельки можно купить в магазине и думать поджарить в микроволновке разогреть и получите ровно то же самое поэтому мое мнение это ответ тема за 100 предлагал мне тоже заняться обзором доставок испанских нет ну не стоит оно того впрочем если вам совсем уж лень готовить и вы готовы эти этот час времени который можно потратить на готовку и насладиться действительно классным ужином просидеть втыкая там в интернете куда это ваш выбор я же свой выбор вам не навязываю спасибо за компанию и всем пока 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 пока